Ну, самое главное, конечно, это геймченджер, как говорят англосаксы. Это ракета Storm Shader. Да, объявлено. Это такое же геймченджер, такое же изменение правил игры. Ну, это можно сравнить только с появлением Хаймерсов. С появлением Хаймерсов они многое изменили. Вот это такая же вторая, такая мини-революция в военном деле. И как это очень важен политический посыл. Вот буквально несколько часов назад министр обороны Великобритании Бен Волос выступал в палате общин. Как раз он объявил, доложил и королю Карлу Третьему, и британскому народу о том, что Великая Британия решила предоставить Украине эти ракеты. Дальность их – это загадка. Никто не знает, от 250 километров до 700. Фирмы их производящие тщательно скрывают. Но это как минимум они достают по всем целям в Крыму. Вот Бен Ходжич на Шерембару вот этой карты. Да, ну просто столько событий, что они трудно сохранить. Только в рваном ритме можно их разговаривать. А карта с тремя сотнями объектов для уничтожения на полуострове Крыма – все это готово. Это как раз эти объекты появились в интернете. Это все готово для Storm Shadow и других ракет. Так вот, представляя парламенту, Бен Волес сказал ключевую фразу «We simply will not stand by why Russia kills civilians». Я тут обращаю внимание на таков английского языка, что «we will» – употребление в будущем времени первого лица, обычный «shell». «We will» – это подчеркивает модальность, модальность, обязательность. То есть точный перевод этого довольно сильного эмоционального выражения был такой бы, на мой взгляд. «Мы просто не можем себе позволить оставаться равнодушными, когда Россия убивает гражданских». Это приговор. Приговор Путина. Это не просто определенный вид вооружений, который поставлен в Великобритании. Они давно собирались поставить лонг-рэндж дальнобойные ракеты. Была длинная дискуссия с американцами, что поставлять, «этакс» или «шейду», «стом-шейду». Но «стом-шейд» – это более эффективный и радиус их действия. И они совершенно… Вот уже два дня идет вой на российских каналах, вой военно-технический. Ходоренок и Коротченко объясняют нам, что никакая система ПВО не может с ними справиться. Вот сегодня Ходоренок снова отличился. Он с каким-то таким своим генштабистским садизмом бросал в лицо несчастной Скобеевой перечень пунктов, по которым будут хреначить «стом-шейдерс». Сочи, Краснодар, Новороссийск. Страшно было смотреть на лица присутствующих в публике. Но вы знаете, он с утра-то, он уже получил какую-то новую методичку. С утра требовалось в качестве наказания ангелосаксам прервать. Ну, вообще-то, раньше-то хотели взорвать весь остров, кредили матери. А с утра самые бешеные, там под шапира какой-то, которые требовали обрубить все связи. Подводные кабели обрубить электроснабжение, трубопроводы, интернет, обрезать все в Великобритании. Но потом, видимо, наверху объяснили, что это статья пятая. Об этом только мечтают и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вишингтоне. То есть после этого покушения на все эти английские кабели, на следующий день уже не будут ожидать никаких F-16 с украинским экипажем. Вылетят просто регулярно и натовские, и спепелят всю эту группировку российскую. Поэтому Коротченко уже, знаете, какой страшной карой он угрожал Британию. А мы выживем эту послицу и заставим сократить состав британского посольства буквально до 20 человек. Как страшно. Вот видите, как этот переход от под ковриком до под пледиком, до под ковриком, он стремительно происходит. Но нет у них ничего. Ведь эти люди еще два дня назад кричали, что все. Это поцарапали. Там поцарапали куполу Сенатского корпуса. Они кричали, что завтра убьют Зеленского. А сейчас это действительно колоссальное изменение правил игры. Это совершенно все проникающее оружие. Ну, не только Краснодар, там, Новороссийск и Сочи. Ну, ясно, почему-то эти объекты бомбить. Там есть и аэродромы российской армии, склады, и пункты управления и так далее. Ну, в принципе, эти ракеты спокойно достают и до Москвы. То есть, во всяком случае, уже оружие сдерживания уже сегодня есть. Психологическая Украина. Каждый следующий раз, когда я не зря засказал, это слова сосмысленно, что мы никак не можем оставаться равнодушными, когда русские уничтожают гражданское население. Значит, по логике Бен Волоса, с подачей, с передачей этого оружия, русские уже не смогут безнаказанно уничтожать гражданское население Украины. Почему? Потому что украинские операторы вполне могут направить, ну, знаете, у кого-то родственник погибнет. Ну, конечно, где-нибудь в Умане убили ребенка, и они думают, что... Да он что, а ракета 700 километров хватит с точностью. Ну, правильно, уже не по Спасской башне, а сначала там по Фрунтской набережной, по Номогаревой и так далее. Это серьезнейшее изменение, изменение правил игры в русско-украинской войне. Субтитры создавал DimaTorzok